Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Перманцер. И это новое видео по игре, а Лундра, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами посетили усадьбу Тарна. По факту, что мы там получили? Кристаллик ХП, немного денег, ну и по факту получили сюжетную книжку какую-то. Эту книжку... Кстати, она у нас в инвентаре не отображается, поэтому пофиг на неё. Нам нужно отнести по факту Септимусу, или как-то так его зовут. Но давайте, короче, сходим, отнесём. Так, кузнец, ты что-нибудь нам скажешь нового, нет? А, это мы ещё читали в предыдущей серии, поэтому пофиг. Да-да-да-да, над головой на твоей надо ещё поработать, конечно-конечно. Обязательно поработаем, но не сейчас. Так, двигаем, получается, к Тарну тогда, ой, к Тарну, как его зовут-то? К Септимусу. В хату к нему? Нет. В хате у него пусто. Окей, значит, получается, нам не в хату к нему нужно двигать, надо... Там, где бедный... Я забыл, как его зовут. Уинсулт. Уиндал. Помогите мне. Дыши. Ох, дедушка, если ты умрёшь, я не смогу пережить это. А, нет, подождите, это... Ну, ладно, неважно. Септимус, пожалуйста, помоги моему дедушке. Ты единственный, кто может спасти его. Я столько молилась в храме магискара, но всё равно нет никаких изменений. Я не могу поверить, что всё это, все эти молитвы не принесли пользы. Возможно, я была недостаточно искренне. А, Алундра, ты вернулся? И ты принёс книгу? Септимус взял Том. Так, понятно, Алундра. Ты из клана Элны. Вновидец. У тебя есть способность ходить в сны других людей и влиять на их исход. Ты можешь использовать эту силу, чтобы спасти Уиндала от его бесконечного кошмара. Иди сейчас к нему, я буду продолжать читать. Пока ты будешь пытаться попасть в его сон, это поможет тебе. Ты готов, Алундра? Дотронешься... Дотронься аккуратно до ладони Уиндала. Так вот, теперь сосредоточься. Попытайся почувствовать пульс на кончиках пальцев. Слушай его дыхание, Алундра. Постарайся дышать в такт с ним. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ты чувствуешь чтение, Алундра? Готов совершить прыжок. Ну, в принципе, покупать мы ничего не планировали, поэтому поехали. Денег у нас недостаточно всё равно на то, чтобы покупать что-либо. Поэтому полетели. Сон Уиндала. Окей. Так, где противник? Ого. Так истошно. Так, здесь закрыто, там закрыто. Значит, идём дальше. Здесь тоже перекрыто. Помогите, пожалуйста, помогите мне! Ну, Алундра, это... Это, скорее всего, Вэндал, да? Которого захватили. Так, Вэндал, ты пока постой там, поживи. Прошу, выпустите меня. Да встань ты в центр и пока стой. Помогите мне, ну хоть кто-нибудь! Так, открываем первую. Идём дальше. Быстрее, быстрее, быстрее. Открываем вторую. Так, здесь перекрыто. Ну, я думаю, мы, как бы, не сильно торопимся, да? Так, а как мне тут сундук взять? Ладно, я думаю, чуть подальше разберёмся, как это сделать. Или не разберёмся? Я начинаю сомневаться. А, нет, разберёмся. Какой запутанный у него сон. Только всяких барьеров у него установ. А, понятно. Значит, не зря мне показалось странным эта дичь. Ага, так. Сундук я открыл. Только чё толку-то? А, тут тоже открылось, окей. Так, стоп. Сначала сундук. Так, получены травы. А здесь что? Хватай-то его. Золотой ворон. Ой, сокол. Позолоченный сокол, вот хорошо, но куда мне идти? Тут подняться. А, вот подняться. Так, целая куча противников, да? Так, потихонечку их замесим сейчас. Не торопимся. Они не сильные, поэтому пофиг. Ай. Так, не надо наступать на них. Вот в чём проблема моя. Блин, я опять на него наступил. Деньги. Мелодия, конечно, такая себе. Звуковое сопровождение не совсем соответствует действительности. Там типа орать должен явно, кричать должна не девушка. Так, минус один, минус второй. Отлично. А это что? Ага. А что я с этим должен сделать, скажите, пожалуйста? Что принести сюда? Ммм, я понял. А, серьёзно? Я попал? Эмм, понятно. Значит, самое начало. Так. Так, значит, вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Значит, идём. Угу. Вниз-вверх, вниз-вверх, по-любому. Ну, не должно быть здесь первой самой загадки. Всё так сложно. Так. Вниз. А, вниз. Подождите-ка. Я что-то не соображаю. Так, давай-ка ещё разок. Низ. А, всё через низ. Понятно. О, спасибо богам. Наконец-то. Кто-то... Кто ты такой? А Лундра? Пожалуйста, скажи, что ты пришёл, чтобы освободить меня от ужасного кошмара. Ну, конечно. Можно мне уже ходить начинать? Ой, ё-моё, я не фулл-хп. Так, секундочку. Здоровая жива какая-то. Ай-яй. На-ка. Угу. У меня тоже есть кадры невыживимости. Понятно. У этой лужи непонятного филота. Он несложный вроде. Ай. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Нету, нажал. Во. Я за ним немножко травушку. Так. Ай. Еще травушку её ждём. Она там 5 хп восстанавливает. Попался. А сколько у тебя хп тело космическое? Там же всего лишь пятеро объединилось. Алло. Я тебя уже 10 раз ударил. А, всё? О-о-о, да, всё, конечно, всё. Ну, когда они поменьше, их попроще раскидывать, я думаю. Они, правда, делятся? То есть, хорошо. Так, лэндал, подвинься. Пястэк. Я всю траву поиспользовал на этом боссе. Я не уверен, что это даже босс на самом деле. Вообще, было бы приятнее, если бы отображалась полоска хп у противника. Было бы крайне неплохо. Я уж запутался, кто из них кто, на самом деле. И которого я уже месил, а кого ещё не месил. А что они надуваются время от времени? Ай. Что ты? Право заканчивается. Ага. А, понятно. Их там больше, чем 5 было. Если в каждом по 4, то это капец на самом деле. Так. Одно ещё минуснул. Тогда и пролезу. Так. Слишком много хп трачу. Так, хилочка. Хилочка это нам нравится. Так. Секундочку. Постойте-ка ещё чуть-чуть. Деньги. Да, во сне деньги, это конечно сильно. Вэндал, ну ты мне должен точно хп за это дать. Золотяноид потерпел поражение, а всё-таки это был босс. Окей. Назывался он Желкиноид. Окей, окей. Но это было неплохо. Мне даже понравилось. Вот это да. Это было лучшее вехтование, которое я когда-либо видел. Спасибо. И куда? А я? А я? А как же я? Алундра, ты меня слышишь? Это я, Септимус. Тело у Вэндала расслаблено, и он больше не стонет. По-моему, он даже улыбается. Я не знаю, что ты сделал, но его кошмар определённо закончился. Окей, нас обратно отправили. Отлично. Ты вернулся. Это было так странно, когда ты вошёл в сон у Вэндала. Твоё тело так обмякло. Но если бы я не поймал тебя, ты бы точно свалился на пол. А когда ты вышел из сна, твоё тело снова ожило. Вот это было зрелище. Не нужно беспокоиться, Мит. Похоже, это нормально, когда он входит в сны других. Я понимаю, о чём ты, но меня по-прежнему немного колотит. Я благодарен, но больше не хочу в этом участвовать. Где я? Что, чёрт возьми, происходит? Дедушка, ты проснулся? Ура! Может кто-нибудь объяснит мне, что я делаю в постели в такой час? Разве ты не помнишь, отец? Ты спал последние три дня, пребывая в ужасном кошмаре. Но теперь всё в порядке. Ты проснулся, и что самое главное, жив. Я вспомнил, меня преследовало грязное и ужасное создание. Из чистого зла. И куда бы я ни бежал, он всегда находил меня. Наконец-то измученный я... Наконец измученный я упал на землю, чтобы отдышаться. Когда я из последних сил сал на ноги, чтобы встретить свой конец, я увидел чудесное лицо Лундры и моё спасение. Дедушка знает имя Лундры? Он не мог знать его, если бы Лундра не вошёл в его сон. Как круто! Вот так вот. Вэндал выжил? Хвала богам. Я должен сообщить эту замечательную новость канцлеру Ронану. Немедля. Что, Лундра, думаю, нам пора оставить Уэндала в покое. Ему нужен отдых. Пойдём. Нам нужно вернуться в мой дом, я объясню тебе подробнее о твоей силе. Пока тебя не было, я раскрыл некоторые интересные вещи о твоём Даре. Септимус, Лундра. Спасибо, что спасли моего дедушку. Так, мне нужно следовать за Септимусом. Ребят, Олундра. После Ронан просит твою аудиенцию и послал меня за тобой, Олундра. Если бы ты не мог, если бы ты мог пойти со мной в святилище, чтобы встретиться с ним, он был бы очень благодарен, я уверен. Ронан хочет поговорить с тобой, это, конечно, странно, но тебе лучше узнать, чего он хочет. Я уверен, он будет рад узнать, что у Вэндал в порядке. Расскажи ему про это, Олундра. Но после того, как ты поговоришь с ним, встретимся здесь, у моего дома. У меня дома. Чтобы мы могли подробно обсудить твои способности. Следуй за мной в святилище, если хочешь, Олундра. Ну, пойдём в святилище, сходим. Мне, конечно, не нравится это всё, но... Пойдём. Не люблю я вот такие вот моментики. Типа, сходи... Туда. Да, я знаю, Олундра. Вэндал выжил, боги протянули ему руки спасения. Давай помолимся богам и поблагодарим их за незаслуженные благодет... Добродет... Ё-моё, что такое? Давай помолимся богам и поблагодарим их за незаслуженные благодет... Доброжелательность. Ну, давай. Вот видишь, боги существуют. Они существуют в сердцах, в умах тех, кто очень дорогим. Ну и зачем? Вот видишь... Ради чего это всё? Теперь ты один из нас, мой друг. Ты станешь таким же, как и мы. Ни лучше, ни хуже. Да-да, конечно. Ага, сейчас. Конечно, конечно. Есть тут что-то полудать, нет? Сундучки какие-нибудь, книжечки там всякие. Предметики я бы очень не против был бы каких-нибудь новых предметиков. А тут, похоже, ничего нет. Как будто детали органа. Здесь запертая дверь. Но за запертой дверь, я так понимаю, кроме креста, особо больше и нет ничего. Ну ладно. Ладно. Так, пойдём наверх, сходим ещё раз. Может, там какую-то дверку не заметил. Нет, здесь тоже дверки нет. Здесь тоже пусто. А чё тебе надо-то вообще? Чёрт. Ты ради этого меня сюда позвал, да? Я тут спасаю всяких товарищей. Погоди-ка. У меня появилась некоторая странненькая ощущение, потому что... В таких играх, в которых есть участие... Как бы так помягче сказать, там... Всяких соборов, вот, наверное, так будет правильнее сказать. Вечно какие-то заговоры вокруг них крутятся. Ну, как-то и такое, чтобы как-то и судить что-то об этом. Просто говорю на фоне того, что играл во много уже таких игрушек. Которых по итогу оказывалось всё не так хорошо, как хотелось бы. Вот. И всё как раз-таки благодаря вот этих вот... Вот таким вот моментикам маленьким. Ладно, не будем об этом. Посмотрим, увидим, узнаем. Что будем сразу голословить по этому поводу. Если надо сначала посмотреть. Так и что, здесь вообще ничего нет, да? Никакой для меня выгоды вообще. Зачем я тогда здесь лазю? Если здесь нет никакой выгоды для меня, скажите, пожалуйста. Ага. А... Пу-пу? Ничего не понял. А почему? А как? А как? А чего? Меня туда не пускают? Ну ладно. Я так понимаю, вот это как раз-таки открывает двери. Ладно, тогда пойдём отсюда. Раз нас здесь не сильно жалуют. То, что мы кого-то спасли, и мы вообще фиолетово на это... Окей, будет так, пускай. Это останется на их совесть. Могли бы хоть чем-нибудь поделиться. Ты кто, дядь? Ты видел белую обезьяну? Скажи об этом Клайну. Он постоянно ищет, на что он бы поохотится. Эм... Ну ладно, учтём. При возможности сообщим. Но... Не кажется ли это вам странным? Так, здесь что-то есть на воде? По-любому что-нибудь да есть. Вот, например, похилиться. А то после замеса как-то не очень. Так, нам надо снова к Септимусу вернуться. Я так понимаю, здесь будет какая-то загадочка, да? Противников здесь я не... Деньги. Деньги это мы собираем. О! Что это у нас здесь? Септимус немного подождёт. Пеклайн, да? А, нет, это Олан. С шахтёрской бомбой мы закончим эту работу за 8,3 секунды. Ну, плюс-минус полсекунды. А? А чё тут шахтёрская это... Как её зовут-то? Шахтёр... Шахта недалеко угольная. Там угольная, по-моему, до прошлой серии было это. По-моему, там была угольная шахта. Куда он там, кстати, к стоматологу собирался? Я так понимаю, сюда налево как раз-то и есть эта угольная шахта, да? Так, давай-ка вернёмся для начала. Изучать, конечно, мира Лундры интересно. Но у нас так-то нужно узнать ещё о наших силах, что они из себя представляют. А вот как узнаем, так можем сразу разные страшные вещи творить, наверное. Септимус, я пришёл. Септимус, давай рассказывай. А Лундра, у меня есть новости для тебя. Пожалуйста, подойди. Ну, пойдём поговорим. У Эндал был не один, кого мучают проклятые кошмары. Здесь есть девушка по имени Сибирь. А, Сибирь. Которая спит, хотя она бодрствует. Она утверждает, что у вас на архиве она видит события, которые ещё не произошли. Надь наоборот, когда она спит, происходят странные события. Близлежащие предметы взрываются, как будто начинены динамитом. Мне сказали, что она не спит уже несколько дней и балансирует на грань безумия. Я был здесь три долгих года, я слышал рассказы о деревне проклятой с жуткими событиями. Я верил, что смогу определить причину этого безумия. Всё, что я выяснил до сих пор, это предел моих возможностей. Но теперь, когда ты пришёл, всё изменилось. У тебя есть сила, чтобы остановить кошмары, Лундра. Я видел твою силу в борьбе со злом. И завидую тебе. Лундра, с твоей силой и моими знаниями мы можем спасти добрых людей, ну а... Мы можем найти источник зла кошмаров. И мы можем изгнать его в вечную тюрьму. Истории. Ну, давай рассказывай более подробно. Пожалуйста, используй свою силу, чтобы помочь людям в моей деревне. Так, подожди, когда это она устала стать твоей? Успела стать твоей? Пойдём, наверное, тогда начнём, наверное. И что это было? Похоже на землетрясение. Да ладно, а то я и не сообразил. Какой ужас, какой кошмар. Она рухнула. Угольная шахта завалила. Ммм, вон, ну что. Угольная шахта? Пойдём, Лундра, возможно, мы сможем помочь. Ну, отлично. Пойдём на угольную шахту. Что делать? Только предварительно давай, наверное... Да. Пойдём, на самом деле, сначала сделаем важную вещь. Или ладно? Не, не ладно. Отлично. Я ещё и сохраниться не могу. Класс. Ладно. Уолл, он единственный выживший из шахты. Но он едва жив. Его отнесли в дом мэра. Угу. А что сэпкимус говорит? Если угольная шахта рухнула, я боюсь, что в ней могли остаться рабочие. Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы вытащить их оттуда. А, Лундра. Да-да, иду-иду. Так. Всё-таки угольная шахта была в этой стороне, поэтому идём туда. Так, ну и где? А я ещё сюда и залезть не могу, да? Это угольная шахта. Я понимаю, как выглядит шахта, но я имею в виду домик прилежащий. Это же оно? Ну да, вроде как на то похоже. Может, он какие-то уголь, кузница небольшая такая. Иначе мы в правильном направлении двигались, пошли. Нам наверх. А, с прыжками, кстати, побыстрее двигаться. Здорово. Оулин промомортал слово Марги, когда его нашли в шахте. Ты действительно думаешь, что это сумасшедшие обезьяны нашли путь в шахту? Да, уверен, наверное. Мы должны разбить этот проклятый валун, чтобы добраться до Зейна и остальных. Но я боюсь, что их состояние будет ещё хуже, чем у Оулена. А как я это должен сделать? Чем точнее? У меня же других предметов нет. Ладно, есть предположение, Сэм. Может, мне всё-таки молоточек нужно взять? А на втором этаже что? Пианино, метроном. Да и всё по факту. Портепиано, извиняюсь. Пианино. Если я правильно, конечно, назвал. Я не силён в этом деле, но неважно. Так, ну и что? Надо разбить камень. Предложения какие-то есть? Ну, пойдём, ладно, все дома изучать в этом регионе. Так, тут кто-то бухал, причём конкретно так, как видно. Закрытая дверь, но туда мне пока не попасть. Ладно, там есть сундук. Кстати, а чё у меня там по лечелочкам? Много ли у меня ещё трав? Одна, серьёзно? Крайне нехорошо, на самом деле. Блин, я упал. А здесь входа никакого нет? Нет, видимо, нет. Здесь закрыто. Здесь ещё один камень. Немного денег. Ага. Туда можно переползти. Кстати, музыка изменилась. Угу. Вход в шахты, я так понимаю. А, нет, музыка не изменилась. Это просто показалось. Так, трава — это хорошо. Трава — это великолепно. Ну, пойдём в шахту, чё делать? Но до сейва у нас нет. Ну, на крайний случай, есть такая вещь, как квик-сейв. Поэтому... Ничего страшного. А, здесь синие лужа. И они глазастые. А... Я что-то не так сделал? Предполагаю, что да. Ладно. Если я что-то не так сделал, давай по-другому поступим. Я ж правильно понимаю, как это работает? Да, правильно. Давайте подходить по одному. Мне всех их убивать не надо, в любом случае. Блин, там денежка падает. Или надо? И как это должен... Как я это должен сделать? Насколько у меня высокий прыжок? На самом деле, невысокий. Я как раз сейчас достиг того... Крыжка. Я, кажется, понял. Ну, давай попробуем. Мы, конечно, их можем замесить. Это не проблема. Но только есть проблема в другом. Туда надо как-то попасть. А попасть туда надо, наверное, с помощью... Какого-то вот Олана или как там, Олинову. Ну, вот этот охотник чертов. Он, скорее всего, нам как раз и поможет сейчас. Он будет их метелить, а нам нужно залезть будет наверх. Я, конечно, в этом не сильно уверен. Но предположения мои такие. Нет. Предложения мои таковы. Ну-ка. Помотал. Нет. Видимо, нет. Видимо, нет. Значит, надо как-то решать загадку самостоятельно. Как я ее могу решить? Если я туда не могу никак запрыгнуть. Видимо, смысл-то загадки верен. То есть, я понимаю о том, что нужно сделать. Но, видимо, что-то делаю все равно не так. То есть, их нужно замесить, по факту. А чем я их могу замесить? У меня ничего такого толкового нет. То есть, я могу их только ножиком пометелить. Либо ждать их неделю здесь. И ждать, пока они вдвоем подойдут. И двоих сразу замесить. Это только один вариант. Только такой. Но, как я вижу, они особо не подходят ко мне. Вообще, из этой лужи сильно-то не вылазят. Из этой емкости. Вылезите, ну. Ну, давай попробуем сделать вот так. На, ну, понятно. Это не так работает. Ну, они плюются, но толку от этого немного. Подожди, вот здесь что? Может, все чисто для отвлечения внимания? Что ты? Я по ним не попадаю. Может, серьезно? Для отвлечения внимания только. Да нет. Возможно, она должна как-то кататься вниз-вверх. Да, попробуем сделать вот так. Посмотреть. Может, она кататься должна. Неа. Стоит как копаная. Мне-то дико не нравится. Да пусти тебе наверх-то. Ну, я завалил всех. Ну, видимо, нет. Видимо, нет. Ладно. Пойдемте попробуем. Вернемся в деревню. Попробуем засейвиться. Какой мне вариантов на прохождение этой... Пещерки нет? Так, потихонечку. Пустые порубаем. Видимо, там какое-то оружие должно быть. Дальнего боя. Либо что-нибудь еще в таком духе. Ну, не просто так, что все это. Либо мне серьезно нужен какой-то молоток. Здесь что у нас? Вниз есть спуститься. А, да? Здесь тоже какой-то камень. Ну, кстати, вот. Я говорю, вот они камни какие-то. То есть камень я должен научиться разбивать. То есть, видимо... То есть, видимо, нужно что-то там получить еще. Плюс вот эти кусты. Я уверен, что они меня бьют при ударе об них. А, нет, смотри-ка, не бьют. Ну, и пролезть мне туда не дают. Но там есть сундук. У поместья Тарна, у усадьбы Тарна, там точно такая же штука была. Проход воспрещен. Озеро в процессе строительства. Заперто. Ну, ладно. А куда меня черты несят, скажите мне, пожалуйста. Так, секундочку. Деньги. Что на камне написано? На камне что написано? Прочитай. Ладно. Он не хочет читать, что написано на камне. Видимо, и не нужно. Не важно. Так, наверх я подняться не могу. Туда меня не пропускают. Ну, значит, нам идти только в правую сторону. То есть, только в деревне. В правую сторону имеется в виду через верх, а в правую сторону. Естественно. Соответственно. Ого. Большой монеты. Это вкусно. Хилочка тоже прикольно, но мне уже не нужно хилочку. Ладно, пойдем в деревню, тогда вернемся. Попробуем с Эптимусом побухтеть. Может, он что-нибудь расскажет. Про входы или что-нибудь такое. Я надеюсь, но мне все-таки дадут сохраниться. Если они сейчас здесь семьи не стоят. Они опять семьи здесь стоят. О, он дышит. Но он едва жив. Понимаешь, о чем я? Но прежде чем убежать, разве он не мог предупредить других? Ну, видимо, не мог. Моя сестра сойдет с ума, если О, он не выкарапкается. Но его душа сейчас полностью в руках богов. А, все, я понял. Так, ладно. Давайте тогда сделаем квиксейв. Ну, и закончим на сегодня. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.